В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Башкортостан ребята могут находиться до 30 суток. Попадают сюда по решению суда те, кто не достиг возраста уголовной ответственности и ожидают рассмотрения вопроса о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В Центре есть два класса – учебники. Город передал почти 700 книг, а обучать некому. Нет законодательно установленного порядка организации образовательного процесса. Некоторое время функции педагогов выполняли сотрудники Центра. Предлагалось, например, эту деятельность в виде самообразования. Но, наверное, каждый здесь сидящий понимает, что такое самообразование, тем более ЦСНП, какой контингент там содержится. Но по закону самообразованием дети могут заниматься только в старших классах. Помочь ребятам в обучении согласились педагоги 79-й школы. Она находится по соседству. За такую работу деньги учителя не получали, и Миноборнадзор запретил эту деятельность. Ребенок закреплен за школой села Михайловка, но он около 30 дней должен пребывать в городе Уфе. Деньги на сегодняшний день по нормативу за ребенком не ходят. Вот это самый больной вопрос. А учитель города Уфы, в частности 79-й школы, он получает зарплату из расчета тех детей, которые закреплены за 79-й школой. Подушевая, так называемая. Да, это подушевое финансирование. Вот в этом камень преткновения. Участники межведомственного совещания предложили официально переводить таких ребят из их родной школы в 79-ю. Но и в этом случае деньги будут получать учителя школы, в которой ребенок был зарегистрирован 1 сентября. Такая схема действует по всей России. Почему очень важно сегодня с Центра временной изоляции решить вопрос? Потому что мы, наверное, увидим и последующие модели для детей, которые находятся в санатории, которые находятся длительное время в больницах либо в туберкулезном диспансере. Добиться этого в отсутствии закона невозможно. Поэтому участники просят Министерство образования обратиться в Курулта Республики Башкортостан с законодательной инициативой. В идеале, конечно, это законодательный акт о том, что денежные средства при убытии ребенка из одной школы, допустим, в центр, либо в следственный изолятор, чтобы денежные средства шли за ним следом. А обучение будет проводить преподаватели с близлежащей школы, которая территориально находится близко к тому или иному месту принудительного содержания несовершеннолетнего. На первые две четверти учебного года, пока этот вопрос решается, Министерство образования и Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД организует обучение по скайпу. «Каждый ребенок будет виртуально находиться на всех уроках и, что важно, сможет общаться со своим классом», отметила уполномоченная по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова. 25 августа она, а также члены Общественной наблюдательной комиссии снова придут в Центр проверить готовность к учебному году. Алина Таюпова, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.